Друзья, ознакомьтесь, очень опасное существо, Романиченко Наталья. Ну, спросите, чем опасно? Вроде это обычная женщина, но я вам сейчас расскажу. Вы знаете, в последнее время вы заметили, да, что мне приходится рассказывать и показывать вам этих подонков, мерзавцев, насильников, мародеров, которые пришли на нашу землю убивать, это вот армия орков, армия России, но приходится показывать их жен иногда и даже родственников, но не поверите, это Наталья Романиченко, она не родственница какого-то подонка и мародера из армии РФ, нет, она украинка, она из Запорожской области, из небольшого городка Васильевка, 13 тысяч человек на берегу Днепра, прекрасный, красивый городок. Так вот, чем же привлекла внимание нас вот эта вот женщина? А тем, что она решила провозгласить себя народным мэром, пока этот маленький городок захвачен, временно захвачен расистами. Уважаемые жители города Васильевка, в связи со сложной гуманитарной обстановкой, а также самоустранением действующей власти от своих прямых обязанностей и нежеланием сотрудничать с военно-гражданской администрацией города Васильевка, я, Романиченко Наталья Александровна, беру на себя временное исполнение обязанностей главы Васильевской администрации. Записываю это видео, кстати, на русском языке, чтобы его посмотрели и в России, и чтобы Наташа тоже это видео поняла, потому что, мне кажется, она не очень понимает украинский язык, хотя, я так понимаю, всю жизнь живет в Украине. Если нужно работать на камеру, работали на камеру, ну, как бы и проявляли актерские таланты. Прекрасный маленький городок на берегу Днепра, недалеко от Запорожья. Прекрасный, там есть достопримечательность, сезет, фоткаться, садыба, вот это. То есть все хорошо, как и во всех украинских городах, все было прекрасно. 24 февраля начинается война, и армия россиян вторгается на нашу землю, начинает бомбить украинские города, и вот этот маленький городок оказывается в оккупации. И что там происходит? А вот эти вот орки решают там поставить своего мэра. И кого же они находят? Находят вот эту замечательную актрису Погорелого театра. И вот у нее лучшая, ее, точнее, не лучшая, но главная в жизни роль. После государственного переворота в 2014 году киевский режим на Донбассе развязал кровавую бойню. Я уверена, что вместе с братским российским народом у нас получится наладить мирную жизнь. Кстати, друзья, посмотрите, как Наталья вцепилась себе в руку. То есть одну руку она держит, спрятала, а второй рукой вцепилась в эту. Возможно, она там держит дулю российским оккупантам, может быть, скрестила пальцы, что все, я обманываю вас, на самом деле не так, я патриотка. Но вот пока что такое видео. Схема, друзья, объясню, очень простая. Такое происходило и в 2014 году. Находят разный сброд, типа там Гиви, Моторолы завозят из России, или находят местных каких-то мойщиков, значит, струдников СТО, тех, кто разводил людей на МММ, просто бандоту всякую. И делают из них народных комиссаров, народных мэров и так далее. Ну, в данном случае вот нашли вот эту Наталью Романиченко и решили сделать из нее народного мэра. Видите, ленточку ей на руку подцепили, и вот она речь свою записала. Дорогие жители, обращаюсь к вам. Мне пиздец. Вот это полная версия того, что должна была сказать, Наташа, потому что, скорее всего, ты получишь, конечно, 15 лет, учитывая, что у Наташи двое детей, вот посреди фотографий. Кстати, у Наташи есть шикарная фотосессия, когда дети в советских военных костюмах. Ну, то есть вы понимаете, да? Как вот детям объяснять, за что их мама на 15 лет оказалась в тюрьме? За предательство Родины? Как она будет это им объяснять? И как им объяснять? И вообще, виноваты ли дети в том, что их мама кухой поехала? Это очень большой вопрос. Ну, кстати, по поводу детей в воспитании. Я недавно постил о том, что хватит смотреть себе какую хрень на русском языке в Ютьюбе. Вот это видео посмотрите, но детям не показывайте. Это я так для взрослых записываю. А вот эти всякие мультики на русском языке, песни на русском языке хватит крутить, потому что вот именно в такой среде растят своих детей вот эти такие дебилы, как Наташа Романченко. Вот посмотрите, что поет у ребенка, какие песни. А когда маленькая, оп-оп-оп, крутит головой. Ну, такое воспитание в этой семье, видимо, очень Наташа ждала Россию. И дождалась. Хотя мы бы, конечно, хотели Наташу просто послать. Она уехала в Россию, но она почему-то вот дождалась того момента, когда Россия пришла в ее город. Это, конечно, ужасно, но Наташа очень рада. Я из Тюмени, Андропов Алексеевич, Алексей, Андропов Алексеевич Славович, нахуй. Голосую за Жириновского, нахуй. Я написал Наташу в Инстаграм, нашел ее в Инстаграме, написал, попросил прокомментировать. Наташа, конечно, ничего не ответила. Вообще последний пост у нее почти два месяца назад. Вот он. Посмотрите, она ходила в театр. Она ходила в театр в Запорожье на спектакль, в котором играет Ахтем Сайтаблаев. Это человек, который, напомню, сейчас защищает нашу страну в лавах Сбройных Сы Украины. В этом спектакле играла Ада Роговцева. Ада Роговцева, Ада Николаевна, человек, который просто с фронта, с 14-го года не вылазит. Она поддерживает наших солдат. Но, наверное, самая большая поддержка от всех украинских актеров, это как раз Ада Николаевна Роговцева. И фоткала своего сына, Сады Николаевны. Это предательница новоиспеченная из Запорожской области. Также, не поверите, в этом спектакле играл Паша Ли. Паша Ли – это молодой, прекрасный актер, который погиб во время минометного обстрела, когда он выводил маленьких детей в районе Гастомеля, Буча, Ирпеня. И Паша отдал свой бронежилет и погиб. Погиб молодой, прекрасный, классный пацан. Погиб от рук рашистов. И вот эта Наталья, она ходила на этот спектакль, смотрела на Пашу Ли, смотрела на Аду Николаевну, смотрела на Ахтема Сайтаблаева. И спустя два месяца она переходит на сторону рашистов и играет свою эту отвратительнейшую роль. Причем отвратительно ее играет, но, возможно, я там наобещаю, что она будет как Зеленский, типа из актрисы в президенты или в мэры города. Масштабы не те, но сказали, вот эта роль будет, вот эта сыграешь. И Наташа повелась. Я не знаю, Наташа, ты на это повелась, на эту хрень? Или ты действительно ждала Россию в Украине? Вот одно из двух. Либо полный дебилка, либо амбициозная дебилка. Вот одно из двух. Я не понимаю. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилась нападение. Еще в своей речи народного мэра Наталья Романченко ляпнула вот это, послушайте. Украинская армия целенаправленно обстреливает нашу Васильевку. Тем самым пытаясь сорвать налаживание мирной жизни. Боже, яке кончене. Вот у меня по этому поводу один очень такой простой, резонный вопрос. И для всех, кто в Васильевке, может быть, слушает эту придурошную, и для всех, кто на Донбассе, и для всех, кто в России до сих пор в это верит. Вот мне интересно, почему украинская армия не обстреливала украинские города там до 24-го, например? Почему вот Васильевка, прекрасный маленький городок, почему до 24-го и вообще последние там, не знаю, 300 лет украинская армия не обстреливала этот городок? Вот что такое происходит, что приходят русские, русские на нашу землю, и наша армия такая, так, русские пришли, надо мочить своих, надо мочить своих городов. Почему до 14-го года никто не обстреливал Донецк, никакая армия, ни украинская не обстреливала, ни Азов не обстреливал, ни там, ЗСУ не обстреливал. Почему как только там появляются где-то в каком-то регионе русские, сразу же украинцы начинают обстреливать свои города? Вот я не могу до сих пор это понять. Что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Друзья, вот эта Наталья Романченко, она, в принципе, получила свое, то, о чем мечтала, своя лучшая роль, пусть удивительная и пусть вот такая, но она, несомненно, получила популярность, потому что я про нее рассказал, про нее сейчас покажут на всех телеканалах, и она действительно станет звездой. Конечно, она станет звездой, просто все будут называть ее предательницей и дебилкой, но она получит вот то, о чем мечтала, вот эта, знаете, несбывшаяся популярность, как у настоящих актрис. И она сыграла, действительно, пусть плохо, она сыграла эту роль народного мэра, но, скорее всего, предстоит в будущем, очень скоро, я уверен, очень-очень скоро, играть в колонии. Ну, слушайте, может, там себя раскроют, поставят какой-нибудь классный спектакль, когда будет 15 лет сидеть за предательство. Знаете, таких мерзавок и таких плохих людей в лицо. Друзі, не забывайте, что Украина переможе, не забывайте, что добро завжди перемогает зло, и не забывайте про то, что Украина на стороне добра, тут немае пів тонн. Есть черное, есть белое, есть тьма и есть светло. Слава Украине, Васильевка – это Украина. Васильевка, люблю вас, целую, я обязательно приеду до вас в гости с нормальными акторами, с нормальным театром, обещаю. Ребрик, ты зі мною? Їдешь? Я хотим привеземо.